Более сотни разработок для цифровизации российских школ показали в Москве на ВДНХ. Уже сейчас школа не та, что 20 или даже 10 лет назад. Интерактивные доски, электронный дневник. А вот какой станет школа будущего, увидела Арзы Хасьянова. Надев очки виртуальной реальности, я попадаю в боевую машину. Путешествие по военному пункту связи для обычного школьника мечта. Но в цифровом формате всё возможно. Приложение имитирует работу любого оборудования в высоком разрешении. Теперь и в обычном классе. Фактически от входной группы, от умных систем прохода до планетария, или до, как я говорю, вкусной зелёной школы, мы обладаем всем набором компетенций, необходимым для организации современного общеобразовательного учреждения на всей траектории его функционирования. Отечественные производители взяли курс на модернизацию российских школ на выставочном форуме новейшие разработки. Ростех – гигант промышленной отрасли. Теперь на службе образованию создать с нуля умную школу. Проект всероссийский, а значит, приоритетный. Мы сейчас находимся именно в той точке своего развития, когда импортозамещение рамков именно массовой российской школы, оно есть, и мы должны работать по этому направлению все вместе. Потому что вот здесь на выставке практически представлена школа не завтрашнего дня, а уже сегодняшнего дня, которая должна у нас быть. Специалисты разработали целый комплекс современной технологии сразу на пороге школы. Теперь, чтобы попасть в общеобразовательное учреждение, нужно будет пройти цифровой контроль. Новый прибор распознает человека по радужной оболочке глаза. Достаточно посмотреть в камеру. Продемонстрируем, как она работает. То есть мы проходим, она распознает меня по радужке. Меня распознает, как думаете? Вас нет. Почему? А потому что вашего шаблона нет в базе. А значит, доступ посторонним в школу ограничен. Взор, так называется прибор, может идентифицировать до 40 человек в минуту. В целом на форуме представили более 100 новейших разработок. Интегрировать технические новинки в образовательную систему и в прямом смысле слова продвинуть учебный процесс. Уже не планы на будущее, реальность. Мы будем давать корпорации долгосрочные заказы. Просвещение сегодня работает напрямую с 43 тысячами российских школ. У нас 648 тысяч классов. Главная задача образовательного проекта создать максимально комфортные условия для каждого российского школьника. И раскрыть потенциал ребенка. Отечественная новинка «Карьерный навигатор» проложит путь от школьной скамьи до будущего места работы. Стоит лишь пройти тест, он определит область ваших интересов. Дальше выбор профессии и предприятия. И, конечно, даже виртуальная прогулка к будущему месту работы. Ведь если шагать в будущее, то смело и без оглядки. Оржи Хасьянова, Александр Станюкович и Дмитрий Новиков. Вести.